Этот взрыв мог насторожить многих рыбничан, однако повода для тревоги вовсе нет, скорее наоборот. Спасатели МЧС России завершают демонтаж воздушно-канатной дороги. На этот раз перед ними была поставлена задача снять натяжение стальных тросов, на которых держится защитная сетка. И самый безопасный способ – это подрыв. «Сейчас вы наблюдали взрывное обрушение этой сетки. С чем это связано? Это, прежде всего, связано с безопасностью персонала. Вес одного пролета около 20 тонн, длина его 100 метров, натяжение на тросах 51 тонна. Поэтому ручное разрезание такой натянутой сетки для нас представляло серьезную угрозу для людей, которые там работают». С помощью тротила были взорваны три участка канатной дороги. На каждый из них потребовалось более 9 килограммов пиротехники. Этой операции предшествовали долгие расчеты и подготовка. «Надо отдать должное, это высокое, очень технологичное произведение, этот трос. И были проведены тестовые взрывы, проведены были... Такие существенные выводы были сделаны, как работать с этим тросом и просто сработали с большим запасом надежности, чтобы уже наверняка его перебить, перерубить там, где можно применять взрывчатку». Подрывы применялись только в промышленной зоне. Над жилыми домами специалисты МЧС России разбирали подвесную канатную дорогу вручную. За неделю было демонтировано более 2,5 тысяч квадратных метров сетки. Теперь жители домов, над которыми более 50 лет нависала многотонная металлическая конструкция, могут вздохнуть с облегчением. «Вот уже снялись с моей квартиры, все две ночи до того уже спокойно. А то было, что ветер большой, допустим, а она уже не смазывалась уже сколько лет, все старое. А как начнет, знаете, вверху, как ветер. Угу! Думаешь, господи, землетрясение, а ты что гудит, все. А сейчас так хорошо, так спокойно. Спасибо хлопцам, вот. Так аккуратно работали, что даже не сбили ни одного у меня растения на огороде. Добросовестно работали». Впереди у российских спасателей не менее ответственная и трудоемкая работа – снятие тросов и демонтаж опор воздушно-канатной дороги. «Есть две проблемные опоры, которые находятся в жилой зоне. Сейчас обсуждается вопрос, возможно, их использовать как вышки, потому что они в хорошем состоянии, как вышки для сотовой, например, связи и так далее. Но если такая необходимость будет их все-таки убрать, придется их убирать, ну это медленный и такой кропотливый труд, все вручную по кусочку отрезать спускательную землю». Завершить демонтаж оставшихся элементов металлоконструкции российские специалисты планируют до 20 июня. Подвесная канатная дорога, построенная в 60-е годы между городами Резина и Рыбница, через реку Днестр, более 20 лет не использовалась по назначению и, будучи в аварийном состоянии, представляла серьезную опасность для местного населения.